С тех пор, как Киев стал столицей независимого государства, вопросы градостроительства приобрели принципиально важное значение. Можете ли вы представить себе современный крупный город без делового центра и небоскребов? Наверняка нет. Но чтобы эти самые небоскребы стояли прочно и устойчиво, специалисты строительной компании «Фундамент» нашли новый и, что немаловажно, безопасный метод закладки фундамента. Фундамент – наиболее уязвимая часть любого сооружения, особенно высотного. Чтобы такое здание было устойчивым, строители должны поставить его на прочное основание, которое находится под слоем почвы и песка, иногда на достаточно большой глубине. Однако это большая редкость, а расположение высотных зданий в черте города продиктовано практической целесообразностью. Проблему решили специальные виды фундаментов. Отныне опорой для высоток служат бетонные сваи, находящиеся на глубине более 10 метров. Город рано или поздно уйдет частью своих сооружений под землю. Это обязательно. Любой такой мегаполис, как и вне, не сможет существовать. Мы были и за рубежом, и в Мюнхене, и в Берлине, и в Вене. Знаем, что, во-первых, все подземные стоянки, многоярусные гаражи под землей. Очень многие сооружения. Вот как возьмите в Москву Манежную площадь и магазины, и все, занято подземные. История фирмы «Фундамент» начинается в 70-м году, когда было создано 580-е строительное управление «Треста Укрбурвод» специально для работ по реконструкции центра города. В то время возвести высотный дом в центре было невозможно. Если бы строители стали забивать сваи в исторической части столицы, то непременно повредили бы находящееся по соседству старинное здание. Понадобился безопасный метод строительства. Глубокие сваи с уширением, такие метра 18-20. Вот ДСБУ, методом ДСБУ, это наш метод украинский, который был изобретен на Украине в конце 70-х годов. Он очень всех хорошо показывает. Строители бурят скважину и заливают жидким бетоном. Раствор подается в замкнутое пространство скважины насосами под давлением. Благодаря этому технология получила название «Метод бетонирования с принудительной подачей раствора». Попадая в скважину под давлением, бетон распирает ее стенки изнутри. И при его застывании поверхность сваи получается не гладкая, а шероховатая. Такая опора более надежна, а ее несущая способность повышается на 15-20%. Техническая и технологическая оснащенность наших строителей дает уверенность, что Киев в скором времени на равных пополнит ряды мировых столиц. Редактор субтитров А.Семкин